И сегодня, смотрите, друзья, у нас начинается череда осенних праздников. И сегодняшнюю проповедь я бы хотел тоже, знаете, говорить в рамках или тоже относительно тех праздников, которые начнутся на следующей неделе. Ну и вначале о самих праздниках. У нас просто много гостей, у нас много людей, которые закончили МГБА, и они все это знают и всех научат. Я не для них, я для наших гостей, я для тех, кто, может быть, не знает, тех, кто слушает нас. Мы хотим сказать, что вот этого слова праздник, мы едим, он гораздо больше обозначает, чем в русском языке, слово праздник. Ну праздное время провождения, просто отдыхаем, гуляем. В украинском языке уже такое слово более глубокое, оно называется свято, ну или святой день, специально отделенный для Бога. Но в еврейском языке, на иврите это слово, оно гораздо более глубокое, оно обозначает назначенное время. Это я прямо брал вот из лексикона. Назначенное время, назначенное собрание или место встречи, назначенный сигнал или знак. Понимаем, да? То есть праздник, он обозначает место, время, встречи кого? Бога со своим народом. Это поэтому Бог в эти праздники, он что-то хочет нам сказать. Ну первое, он хочет с нами встретиться, он просто хочет провести хорошо время с нами. Это в его природе, он любит проводить со своими детьми, значит, проводить время. Это первое. Но второе, он хочет что-то сказать, он хочет что-то напомнить, чтобы в нашей жизни все было как? Хорошо. Друзья, Бог очень любит, когда у нас все хорошо. Написано, он не любит, наказывает. Приходится иногда. Он наказывает, друзья, чтобы вы знали, потому что все считают, что он такой, знаете, такой вот такой добрый дешенький, только по головке. Нет, он иногда и наказывает. Читайте, евреям там все написано. Предупреждает, наказывает, даже иногда бьет. Вот, чтобы вы понимали. Но это написано все, зато это все приносит потом хороший плод праведности. Потом мы такие становимся очень, такие правильные. И у нас все, и опять все хорошо. Вот, так вот, чтобы у нас всегда было все хорошо, вот праздники, они тоже в том числе, понимаете? Что-то, что-то напоминается в это время. И сами праздники, вот, их, кстати, легко запомнить. Праздники, ну, легко запомнить. Три осенних, три весенних, три осенних, и между ними что? Шавуот, как бы летние, да? Вот, поэтому весенние праздники, это Песах, это Опресноков, да, первого плода, потом Шавуот, и потом Йом-Труа, ну, или Росхошана, более известный в народе, да? Йом-Кипур и Суккот. Вот, так что, семь праздников, семь основных, и это праздники не еврейского народа, друзья. Это праздники Господни. Вот, ну, не забываем еще о Шабате, там тоже названы Шабаты. Это самый большой и самый основной. И, кстати, этот праздник, я думаю, Богу бы понравилось, если бы весь мир, да, праздновал бы Шабат. Потому что Шабат, прежде всего, напоминает о том, что Бог есть Творец. Это самое первое. И потом о Завете евреев и Господа. И для мессианских евреев мы едим, или праздники, они все связаны, скажем так, для евреев праздники – это как бы история еврейского народа, потому что это все связано, да, то есть это история от начала. В общем, праздники, они такие линейные, вот, от начала сотворения мира и до, соответственно, до того, как мир будет преобразован, вот, до его окончания. Вот, ну, для мессианских евреев, для нас еще особое праздники, особое время напоминания о том, что они, каждый праздник, он связан с именем Ешоа, начиная с Песоха и заканчивая, когда Ешоа спасает, да, свой народ от греха и выводит из рабства греха и заканчивая суккотом – это как бы прообраз свадьбы, свадьбы жениха и невесты. Вот, то есть это все такая последовательность. Вот, и согласно Левит 23, мы подходим к празднику, ну, опять же говорю, народ его знает как Росхошана, но в Левит 23 он назван Йом Труа или праздник труб. Вот, и смотрите, что написано о нем в одном светском издании. Мне вот было интересно, а что вообще пишут, как бы, мирские люди об этом? Вот, смотрите, праздник Росхошана на протяжении двух праздничных суток, это, кстати, единственный праздник, который двое суток, там трудно определить, когда он начинается, поэтому двое суток проходит. Евреи ходят в синагогу, где молятся и слушают священные звуки шафара, бычьего рога, взывающего к человеческой совести. Это пишут эти мирские. «Шафар никогда не был для евреев просто музыкальным инструментом. Звук шафара означает, что верующий должен мысленно оглянуться на прошлый год, дать самому себе и создателю духовный отчет за все свои поступки, слова и мысли за ушедший год и принять решение, как исправить недостатки и проступки, как вернуться к Богу». О, ну, это немножко как-то по-другому звучит, правильно, чем просто яблочки с медом, «Все классно, друзья, Новый год». Ну, считается, что в этот день был сотворен мир. Это день рождения, в общем, день рождения мира, так вот скажем. Вот, поэтому, ну и называется, Рошхашина – это глава года, то есть это начало. Хотя по Библии, вообще-то, у нас с чего год начинается? С Песоха, друзья. Вообще-то, Бог, Он сказал Песоха. Ну, люди вот так вот изменили и стали почему-то праздновать Рошхашина. Ну, то есть написано хорошо, в целом достаточно правильно. Здесь изложен смысл этого праздника, да? Это время, когда мы люди, верующие люди, мы должны остановиться и познать что? Что Господь есть Бог. Для чего Он нас создал? Как мы идем? Как мы живем, да? Вот правильно ли все у нас происходит? И что-то изменить в своей жизни. Это время осмысления того пути, который мы прошли, как бы, прошлый год. Ну, я бы еще добавил, что труа обозначает пробуждающий звук трубы. Не просто звук, пробуждающий. Он еще должен нас пробудить. Если мы находимся в спячке какой-то духовной, да? Если мы там к чему-то привыкли, если мы осуетились, то вот этот звук шафара, он должен, или трубный звук, он должен нас пробудить от духовной свячки. И чтобы мы вспомнили вообще, кто мы, куда мы идем, правильно ли мы идем, и что в нашей жизни происходит. Об этом писал Рав Шауль, это Ефесянам 5,14. Посему сказано, встань спящий и воскресни из мертвых, и освети тебя Христос. Так что, друзья, это ко всем нам. Если мы, короче говоря, в чем-то заснули, то надо встать, и Ешо нас осветит. Это праздник трубного звука, который должен звучать внутри каждого человека. Если вы помните, когда первый раз Израиль услышал этот звук? Трубный звук. Носиная, да? Носиная, когда даровалось десятисловие. Поэтому, прежде всего, конечно же, конечно, прежде всего, вспоминая о трубном звуке, вот это не просто, ну, Господь, там я должен что-то вспомнить. Надо вспомнить, что Господь дал. Вот, и поэтому у меня вот во многом сегодняшняя проповедь, она как раз именно, она будет перекликаться именно с этим, то, что произошло, произошло на Синае. Псалом 88, 16. Здесь показывают? Показывают, да? Или нет? Блажен народ, знающий трубный зов, они ходят во свете лица Твоего, Господи. Блажен, это значит, не просто такой, знаете, немножечко так, ну, такой, такой блажен. Нет, блажен, это значит, счастлив. Это народ, у которого все получается, у него все хорошо. Вот, если он знает трубный звук, если он напоминает, когда трубный звук напоминает, он знает, о чем напоминает. Он знает, для чего он. Он знает, что пришло время остановиться и познать, что Господь есть Бог. И хорошо, если это происходит не раз в году, друзья, не раз в году, этого мало, поверьте мне, этого мало. Это надо, чтобы это периодически, с достаточно часто, периодичностью, оно проходило в нашей жизни. И тогда мы будем ходить во свете лица. Что значит во свете лица? Господь, Он будет повернут к нам лицом своим. Он будет к нам не спиной, Он будет к нам лицом. У нас будет все получаться, будет все хорошо, мы будем довольны. Ну и теперь, собственно, начнем проповедование о теме. Итак, смотрите, Ешо находится в Иерусалиме и в ближайшем селении Вифани перед своим последним Песохом. Ну это последние дни. Читаем Матфея 21, 18-22. Поутру же возвращается в город Залкал и увидел при дороге одну смоковницу, подошел к ней и ничего не найдя на ней, не найдя на ней, кроме одних листьев, говорит ей, «Да не будет же впредь от тебя плода вовек». И смоковница тотчас засохла. Увидев это, ученики удивились и говорили, «Как это тотчас засохла смоковница? Как такое может быть вообще?» Иисус же сказал им в ответ, «Истинно говорю вам, если будете иметь веру, не усомнитесь, не только сделайте то, что сделано со смоковницей, но если горейте и скажете, поднимись и вернитесь в море, будет, и все, что не попросите в молитву и с верою, получите». Ну, на первый взгляд, вроде бы, понятная притча. Здесь Ешо, ну не просто так, как бы, ну, делает это детство. Ну, во-первых, он реально проголодался. Он же все-таки был в человеческом теле. И он хотел кушать, да? И он подошел к смоковнице, чтобы сначала утолить голод. И когда он увидел, что смоковница не дает плодов, а на ней должны были быть плоды, он знал, она зеленела своими листиками, она как бы говорила, «Подходи, здесь все нормально». И они подошли, и, возможно, это было далеко, надо было пройти несколько сотен метров, увидели на горе эту смоковницу, подошли, а тут нет плодов. Ну, соответственно, и такое действие. И, конечно, он говорит, прежде всего, Ишуа здесь говорит о вере, да? О той вере, которую мы должны. Это было, ну, не просто так, то есть, понятно, что и дерево жалко, да? Ну, оно уже, как говорится, бесполезное было, очевидно, оно уже не могло давать плода и в дальнейшем. Но самое важное для Ишуа было дать урок своим ученикам о вере. Но я увидел здесь и немножко, как говорится, и другое. Ну, во-первых, здесь есть вопросы к этой притче, она не такая простая, потому что есть другие места, где говорится об этой смоковнице, и там говорится о том, что еще не было время смоков. То есть, как бы дерево зря пострадало. Ну, как бы, на первый взгляд, вроде бы зря пострадало. Но на самом деле, далеко не так. Потому что смоковница, ну, это дерево инжир, она, ее первые плоды появляются еще раньше листьев. Сначала такие бруньки, они начинают там набухать, появляются первые плоды, потом уже листики и дальше, дальше, дальше. Вот. И первые плоды, они появляются, вернее, не первые плоды, и первое плодоношение, а всего два плодоношения, в июне и в сентябре. Это первое плодоношение июнь. А это было где-то апрель, так вот скажем, апрель, может, начало мая, где-то так. Но плоды появились еще раньше. Они уже были, должны были быть. Они должны были быть. Ну, пусть зеленоватые, как зеленые яблоки, но ими можно было удалить голод. То есть можно было погрызть немножко, а не было плодов. Поэтому нет здесь такого несоответствия, чтобы вы понимали, да? То есть хотя не было еще время, еще не время собирать, там же сказано время собирать, но плоды уже должны были, плоды уже должны были быть. Ешуа ожидал, что дерево должно иметь плоды, пусть и не совсем зрелые. но способные утолить голод, но не нашел. Ну, этот случай также, ну, именно притчу о смоковнице часто упоминают, когда говорят об Израиле. Потому что Израиль, он тоже часто сравнивается с о смоковницей, и говорят, ну, он тоже должен был иметь плод богопознания и узнать своего мессию. Но это не произошло. Ну, как бы в этом плане, да? И это правда. Ну, сегодня, знаете, я хочу говорить не об этом. Сегодня я хочу говорить о личностном измерении этой притчи для каждого из нас. О плоде нашей жизни, о плоде жизни верующего. О плоде, которое ожидает наш Ешуа. О нашей личной смоковнице. Ну, наверное, так можно и проповедь назвать. О нашей личной смоковнице. Тем более, смотрите, Иакова 3.12. Не может, братья мои, смоковница приносить маслины или виноградные лоза с моквы. Так и один источник не может изливать соленую и сладкую воду. Ну, здесь Иаков, он сравнивает верующих, в том числе и со смоковницей. Он говорит, вас можно сравнить со смоковницей, и вы должны приносить тот плод, который от вас ожидается. В то время, которое ожидается, тот плод, который ожидается. Это должен быть, ну, точно не виноград там, или еще там чертополох какой-нибудь, или что-то. Если вы культурное растение, а смоковница это культурное дерево, значит, вы должны приносить соответствующий плод. То есть нас сравнивают людей, сравнивают также и со смоковницей. Поэтому здесь я вполне в этом плане корректен. Об этом же говорит и Ешуа, о том, что мы должны быть плодоносны. Иоанна 15.16. Не вы меня избрали, но я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал. Ну, пребывал, если посмотреть лексикон, там это слово, оно переводится так. Был незыблемым, оставался в силе, имел перспективу, в том числе далекую, ну и обычно в церкви также имел перспективу духовную, ну, духовного, ну, как бы и в том числе и на небе, условно говоря. Обычно пребывал только к этому относится, как бы к небу, да, к Царству Небесному. То есть, чтобы тот плод, который мы принесем, чтобы он, как бы и там был. Но здесь говорится о том, что он, чтобы этот плод, во-первых, был, он имел длительную природу в нас, постоянно, он постоянно был в нас, да, ну и потом уже дальше, как говорится, была небесная перспектива. Итак, чтобы плод ваш пребывал, ну и плюс бонус такой Бог дает, Бог всегда, Он любит давать бонусы. Да вы чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам. Это мы любим, чего не попросите. Но здесь это отдельная тема, друзья. Чего не попросите, может быть, когда-нибудь я попрофитую на эту тему. Это отдельная тема, потому что здесь далеко не то, а таки-то есть бонус. Ну просто, ну Бог, Он всегда с условием таким дает, понимаете. Он любит такие небольшие, нетрудные условия, понимаете. Но условия все равно есть. Итак, таким образом мы избраны нашим машихам, чтобы приносить плод. Плодоношение – это условия нашего существования. По-другому, ну не бывает. Ну, вы знаете, вот я вот подумал, Ешов подошел, ожидает плод, мы смоковница, плоды даже зеленые. По большому счету, он бы удовлетворился даже нашими зелеными плодами, понимаете. Почему? Потому что есть плоды, то есть можно, они могут созреть, понимаете. А если их нету, если там вообще бесплодие, вот это вот оно огорчает, конечно, нашего Господа. Вот и Бога оно огорчает, потому что мы созданы для плодоношения. Иоанна 15, 5-6. «Я есть в глаза, а вы в ветви. Кто пребывает во мне, а я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не прибудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирает и бросает в огонь, и они сгорают». Как-то не очень, да? Не очень. Ну, то есть, смотрите, для нас опасно быть вообще-то бесплодным, потому что это как засохшая ветвь. У Творца есть для нас, мы его проект, да, правильно? Если проект его не удовлетворяет, оно как бы не это. Ну, друзья, это просто звучит жестко, но на самом деле Господь, Он понимает нас. Он помнит, что мы кто? Персть. Он помнит, что мы слабые, короче говоря. Понимаете? Поэтому Бог нам всегда дает множество шансов, но предупреждает. И такое тоже может быть. Понимаете? Все по справедливости в том числе. Сначала милость, но если милость не принимается, тогда по справедливости. Итак, смотрите, друзья, я хочу прочитать из Ефесянам первой главы. Я там буду выдержками, да, там большое, там такое длиннющее предложение, его если читать как предложение, когда до середины доходишь, уже вначале вообще не помнишь, о чем там это. Павел иногда говорил нечто недоборазумительное, но всегда очень глубокое, поэтому разбираться стоит. Итак, смотрите, так как Он, Бог Отец, избрал нас в Нем, в Ешо, прежде создания мира, то есть смотрите, прежде создания мира произошло нечто вообще непонятное, да, еще нет ничего. Я так понимаю, может быть даже и духовного мира не было, и физического мира не было, но мы уже были избраны в Ешо. Это вмещается вообще в голову, да, избрал в Нем. Но не просто избрал, для чего? Чтобы мы были святы, непорочны перед Ним, в любви, перед Богом, чтобы мы, в Ешо, чтобы перед Богом мы были непорочны, чтобы были святы, отделены, непорочны, да, вели себя правильно, и это все еще было в любви. Три таких требования. Пятый стих. Предопределил усыновить нас через Ешо Христа. А вы помните, кем мы были, да? Ну, кем мы были имеется в виду здесь, я имею в виду не там, там все нормально было, я имею в виду здесь. Ну ладно, об этом немножко поговорим. То есть, он предопределил усыновить. Мало того, что он избрал нас, да, он еще предопредил усыновить. Он предопределил нас, написано, в котором, там, то есть, Ешоа, седьмой стих. Есть? Усыновить, да? А седьмой стих, в котором мы имеем искупление кровью, упрощение греху по богатству благодати, ну, в доброте Божьей. В нем мы соделались наследниками. То есть, мало того, что он избрал, мало того, что искупил, еще мы соделались наследниками. Вот. То есть, наследниками кого? Бога. Царя царей. То есть, он вел нас в свою семью, да, сделал наследниками. А чтобы мы не сомневались, в нем, тринадцатый стих, в нем мы и запечатлены обетованным Святым Духом. То есть, если в нас есть Святой Дух, он всегда говорит, Авва, Отче. Он всегда говорит о том, что вот эти слова, они подтверждаются, они верны. Если человек не рожден свыше, ну, для него это пустой звук, он не понимает, о чем здесь идет разговор. Но если есть Дух Святой, ты знаешь, я запечатлел. Так и да, так и наследник. Хорошо, как говорится, мудрость, да еще с наследством. У нас, друзья, хорошее наследство, понимаете? Вот. Бог все предусмотрел. И вот этот Святой Дух, он, 14 стих, есть залог нашего наследия. То есть, мы как бы, когда прислушиваемся к себе, Дух мой говорит о Вовче. Так и говорит, да. То есть, я наслаждаюсь Богом, я люблю Его дом, я люблю Его людей, я люблю все Божье, я люблю Слово, там, я все, я приду, в следующий раз приду на служение, я приду на молитвенное служение, я приду на поклонение 24 стих. Почему? Меня тянет, меня Дух Божий, Он меня тянет. Я не могу по-другому. А если ты думаешь, так идти, не идти, вот это вот оно надо мне, это каждую неделю, да. Мама, почему я должен идти на это собрание, потому что ты пастор, сынок. Вот понимаете, вот это вот, оно это, старая шутка, то она всегда, как говорится, да. Вот понимаете, когда вот это вот, оно, конечно, это непонятно. То есть Бог, друзья, Он взял нас, и мы же вспоминаем, кем мы были, да, кем мы были до встречи с Господом, что мы были, написано там, в грязи в этой канаве, да, мы ревели, как медведи, мы стонали, как голуби, то, что мы были детьми гнева, да, что мы были, ну вообще мы были никто, да, вот Он все, вот это вот, Он для нас, друзья, Он все сделал. Наша задача, даже не заслужить, наша задача просто войти в это, принять это, да, пользоваться этим. И скажите, после этого, Бог, Он вправе ожидать от нас плода? Вправе. Давайте вместе подумаем, какой плод, Бог, хочет видеть в нас. Мы сейчас будем говорить, о плода, да? Какой плод, как вы думаете? Ну, я знаю, что вы, община, которая знает это. Плод праведности, окей, да. Громче. Плод Святого Духа. Ну, в принципе, да, да. Кровотость, воздержание. А? Вера. 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 Любовь. Хорошо. Все правильно. Ничего. Радость, мир. Радость, мир, да. Потому что Царство Небесное, да, это праведность, мир и радость в Святом Духе. Ну, смотрите, это, друзья, это наше мышление, и по большому счету, я тоже так, как говорится, мыслю. Ну, я сейчас немножко увидел чуть-чуть по-другому, понимаете, вот именно плод, как-то немного по-другому. Вот, у меня немного вот это вот слово пребывал, да, вот, оно меня подвигло как-то осмыслить, то есть вы правы, сто процентов, так оно и должно быть, и мы об этом будем говорить. Ну, с этого ли начинается все? С этого ли начинается этот плод? Потому что в моем понимании, то, о чем мы говорим, да, праведность, там, и так далее, и это, это, это уже, ну, имеется в виду мир, это уже следствие чего-то, понимаете? О чем я говорю? Доверие, да, и доверие, да, это уже следствие чего-то. Вот, и смотрите, давайте мы начнем с Деяний 17, 26, 28, я никак не могу всегда о нем говорю, потому что это основополагающее для нас, мы об этом мало говорим, вот, но мы должны с этого всегда начинать. Первая, вторая глава бытия, да, и такие вот вещи, вот, такие вот, о которых, вот как Ефесянам мы говорили, первая глава, такие теологические, которые приоткрывают для нас некую завесу такую, они показывают нам глубины неких Божьего замысла относительно нас. Итак, смотрите, от одной крови, это деяние 17, 26, 28, друзья, от одной крови он произвел весь род человеческий, он это Господь, Бог, для питания по всему лицу земли, назначу предопределенные времена и пределы их обитания, обитания, зачем? дабы они искали Бога. Друзья, единственное, вот такое самое важное предназначение для человека, дабы мы искали Бога, не ощутят ли его, не найдут ли, хотя он и недалеко от каждого из нас, почему? Ибо мы им живем и движемся и существуем. Он источник нашей жизни. А искать зачем? Что-то понятно вроде бы, да? И как это, и как это искать? Смотрите, самого, ну, как я рассуждаю, самого сотворения мира человек был предназначен к тому, чтобы искать или познавать Бога. Даже Адам, друзья, не думайте, что Адам такой бах, сотворили его, и он уже все знает о Боге. Он знает, какой он там и так далее, понимаете? Ему, он же был перстный, вы помните, да? Перстный. Вот. Он далеко не все знал, даже когда это, это, то есть много он понимал, да? Вот. Ну, что касается, ну, он мог назвать животных, да, всем дал свои имена, но путь Бога познания ему еще предстояло пройти, чтобы стать, условно говоря, небесным, да? Вот. И, ну, произошло то, что произошло. Совершился грех, и люди, Адам и Ева, что они сделали? Они потеряли Бога, друзья. Вот все, что произошло в Эдеме, это они потеряли Бога. До этого они почему-то знали, что он добрый, вот, что он любит их, да, что он все для них делал, вот они ходили с ним по саду, они общались, им было очень хорошо, очень приятно, но как только соглашили, что они сделали? Чик, быстро спрятались, и, и, а что вы там? Испугались. А что вы испугались? Вроде все хорошо было, вы случайно что-то не сделали там, не ели ли случайно? Ну да, мы ели. Друзья, и вот с этого времени образ Бога, он, он в разуме людей, в их жизни, он был искажен. Было потеряно что? Доверие. Было потеряно, самое главное, доверие к Нему. Даже если они знали, что он добрый, они все равно, этому внутри себя, им надо было найти Бога. И все, что мы делаем, друзья, что мы делаем, вот сейчас, что мы делаем, что мы на поклонении делали, что мы будем делать, делать во время праздника, что мы будем делать, когда мы читаем слово, молимся, общаемся с друг с другом, о Боге. Это мы, мы ищем Бога, мы хотим узнать, какой, какой Он, какой Он. Зачем? Чтобы восстановить Его образ, утраченный в Ведеме. Ведь мы создали по образу и подобию, и довериться, и довериться Ему. И, значит, первое, что мы должны делать в нашей жизни, это быть кем? Богоискателями. Вот, это первое, плод, у нас должен быть некий плод богоискания. И его надо было, чтобы можно было как-то пощупать. Вот, я богоискатель, вот я сижу здесь в общине, я богоискатель, ну, в определении, в определенной степени, да, но вся ли правда здесь? То есть, достаточно ли того, чтобы ходить в общину раз в неделю, может быть, даже иногда на молитвы, для того, чтобы быть богоискателем? Достаточно ли этого? Я неоднократно говорил в этой студии, в этой студии, в этой аудитории, что Бог дал нам великолепный образ того, что обозначает фраза «искать Бога». Если мы вспоминаем, как было создано скинье, да, помним, что там внешний двор был, потом во дворе там умывальник, жертвенник, святое, святая святых, то есть, это путь приближения к Богу, да, и вот человек идет этим путем, вот, ну, пусть это будет первосвященник, да, и когда он входит, вот уже в самое место, вот, где можно найти Бога, но не было на земле мест, где можно найти Бога, вот, как святая святых. Заходят, никого нет, только ковчег, а в ковчеге скрижали, ну, первоначально, там должны были бы только скрижали, потом туда мана добавилась, и там еще жест расцветший, скрижали, то есть, что там? Заповеди, да, то есть, там то, то есть, найти Бога, по большому счету, друзья, по большому счету, найти Бога, это значит найти Его заповеди, понять, во-первых, знать их, да, и во-вторых, понять, вернее так, исполнять их, и еще более того, иметь силу исполнять их, хотя они не тяжки, но почему-то, как говорится, грешная натура, она постоянно ищет чего-то, чего-то запретного, так вот, найти Бога для нас, вот, чтобы можно было пощупать, да, чтобы можно было сказать, вот, человек нашел Бога, или не нашел, это исполнение заповедей, притом, и такое исполнение заповедей, которое Ешо сказал, чтобы и здесь, и здесь, и снаружи, все было, чтобы оно было все одинаково, чтобы не было такого, думаешь одно, да, вернее так, делаешь одно, а думаешь другое, на самом деле, просто показываешь себя, то есть, плод богоискания, это прежде всего, это прежде всего, это прежде всего, как мы исполняем, как мы исполняем заповеди, об этом же говорит и притча, 2 глава, 1 и 5 стих, ну там, это тоже одно из моих любимых мест, я советую, постоянно его читать, очень многие поймете, там написано, что вот если заповеди сохранить, что ты в жизни вообще многое поймешь, ты поймуешь, что такое суд, правосудие, что, почему в твоей жизни то, другое происходит, так или не так, очень многое поймешь, вот буквально, 2 глава, кто прочитает, вдумается, кто будет ложиться и вставать с этой главой, особенно молодежь, очень много поймете для своей жизни, и там говорится, сын мой, то есть, это как бы Бог говорит, если ты примешь слова мои, сохранишь при себе заповеди мои, Давид говорил, в сердце своем сохранил, я заповеди твои, чтобы мне не грешить, то уразумеешь страх Господень, и найдешь познание о Боге, вот оно, где познание о Боге, это знать заповеди, сохранять их, исполнять их, и притом, так их исполнять, чтобы как Давида, он говорит, я на пути, на пути откровений твоих, ну там, и на пути, исполнения заповедей, он говорит, я радуюсь, как всякому богатству, то есть, его радовало это все, он говорит, благодаря тому, что я исполняю заповеди, я стал мудрее, там, мудрецов, старцев, и так далее, почему, потому что, я знаю, исполняю твои заповеди, ну, один раз он споткнулся, пострадал, а потом снова стал исполнять, Бог его научил. Таким образом, таким образом, конкретно плод нашего богопознания можно оценить по тому, насколько мы знаем Божьи заповеди, и насколько мы их исполняем, ну, скажу даже больше, не просто исполняем, а насколько мы доверяем этим заповедям, ну, этим, ну, Божьему слову, насколько мы доверяем, в своей жизни. Друзья, вот с этим, вот я скажу, у нас уже проблема, потому что знать, знаем, исполнять, ну, стараемся, пусть зелененький, но плод есть. Но вот доверять, доверять, это значит, исполнять в каждой ситуации, вот, ну, в каждой, ну, условно говоря, даже, даже мелочах. Знаю одного прекрасного брата, вот, он делится, как бы, своим случаем, который пришел в жизнь, я, говорит, шел там поговорить с женщиной, вот, но у меня случилось, такое случилось, короче, я пострадал, вот, но не очень сильно пострадал, могло быть гораздо сильнее пострадать. Я говорю, ох, слава Богу, а потом, а потом, ага, до меня немножко дошло, говорю, а ты шел к женщине какой, что ты к ней шел? Ну, поговорить, не, он шел с хорошими мыслями, без всяких, просто поговорить, пообщаться, подожди, ну, она же, скорее всего, наверное, неверующая, ну, да, а, это, а это нормально вообще? Там ли ты ищешь общение, вот, не, ну, а что, я, как бы, один, ну, должен быть все время один, все-таки тоже пообщаться хочется, говорит, может быть, лучше все-таки среди сестер поискать, мы с ним поговорили, что оказывается можно и среди сестер поискать, тем более, многие наши братья искали среди сестер и нашли, у нас где-то через нашу общину, не менее 5-6 семей, прекрасных семей образовалось через интернет-знакомство, все получилось, друзья, оказывается все можно, не обязательно где-то там, но это, это доверие слову, понимаете, то есть это доверие Богу даже в таких вот мелочах нашей жизни, я обращаю внимание, что, ну, вот смотрите, вот особенно семьи, сейчас особенно сильно, сатана, он ополчился на семьи, вы видите, как их просто рвет семьи, война, вот рвет семьи, плюс потом женщины там миллионами уехали за границу, и их просто рвет, понимаете, это жизнь заграничная, вот, и просто, и люди, верующие люди, они перестали доверять Божьему, Божьему слову о том, что муж и жена, это одна плоть, они могут приезжать, почему-то не приезжают, я понять не могу, ну, дорого, что значит дорого, вообще можно за копейки приехать из Европы, не такие, ну, вот как-то вот так, вот понимаете, вот, вот потом, ну, это ладно, это как бы такая видимая часть, а вот внутри семьи взаимоотношения, когда жена, она не уважает мужа, скажем так, вот, не почитает, хотя для мужчины это прежде всего, ну, а муж, он, ну, не кладет свою жизнь за семью, и не только любит ее, ну, условно говоря, на условное 8 марта, да, вот, а каждый день помогает, кладет за нее свою жизнь, да, и, ну, то есть помогает в каждой ситуации, и она понимает, что она за мужем, друзья, вот многие просто сейчас, я обращаю внимание, я сталкиваюсь с семьями, которые страдают, и я вижу, что это знание, но не исполнение, не исполнение, и не доверие Божьему Слову, и я знаю, что Бог поругаем не бывает, кто так поступает, Бог придет в каждую ситуацию, Он даст каждому свою оценку, надо не только знать, но надо и доверять, и плод Богоискания, он именно в этом, насколько мы знаем, насколько мы исполняем, и при этом, насколько мы доверяем, то есть мы исполняем, потому что надо, или потому что мы доверяем Богу, что именно так. Следующее, если мы говорим о плоде, нашем плоде, нашей смоковнице, опять мы вернемся к Ефесянам 1,4, так как Он, то есть Бог, Отец, избрал нам в нем, то есть Ешо, прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. Вот для этого нас, Он и в этом Бог хочет видеть плод. Ну и притом Писание называет святость, непорочность и любовь также нашим плодом. То есть это как бы и требование, и наш плод. И притом этот плод, который идет от вечности, то есть он предусмотрен еще в вечности, он был предусмотрен, чтобы он у нас был. То есть нас еще не было, но Отец, говоря с Ешо, Он говорит, эти мои дети, они должны иметь вот этот плод святости, непорочности в любви, в тебе. Они должны находиться в тебе и иметь этот плод. То есть условия этого плода, чтобы мы находились в Ешо, ну иначе плода не получится, друзья. Но как вы думаете, если человек не находится в Ешо, если он не имеет помощи Духа Святого, он сможет быть святым? Да не сможет. Дело в том, что если нам верующим это непросто, то, как говорится человеку, неверующим это невозможно. Он может быть самым умным, самым академиком, нобелевским и так далее, но у него будет пять жен, и от каждой там по двое-трое детей и так далее. Читаешь про их всех, они ведут себя вообще как хотят. Хотят самое известное, самое умное и так далее. Говорит, ну не так у вас. Вы должны находиться в Ешо и иметь плод святости, непорочности в любви. То есть условия, мы находимся в Ешо. В 1 Коринфянам 1.30 Раф Шауль подтверждает это еще раз. От него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением. То есть он говорит, если вы находитесь в Ешо, он подтверждает, вот это то же самое, он говорит, подтверждает, что он для нас, если мы находимся в нем, то он будет помогать нам иметь этот плод. Это условие. Оно должно иметь и только находиться в Ешо. А как, что значит находиться в Ешо? Это можно вообще пощупать? Или это какая-то такая, знаете, такая супердуховная фраза, которую надо произносить? Ладно, я не буду спрашивать. Я сразу скажу с вашего разрешения, хорошо? Я думаю, что вы удивитесь. 1 Иоанна 3,24 А кто сохраняет заповеди его, тот пребывает в нем, а он в том. А что он пребывает в нас, узнаем по духу, который он нам дал. Неожиданно, да? То есть оказывается, что находиться в Ешо, то есть мы находимся в Ешо, если мы исполняем его заповеди. Другими словами, друзья, если мы имеем с ним отношение, мы исполняем заповеди, они как бы покрывают нас Ешо, понимаете? То есть оно дает непосредственную защиту нам. То есть это не просто некое духовное такое, понятно, что мы верой входим в него, но практически мы видим, что исполнение заповедей и свидетельствует о нашем нахождении в Ешо и о том, что плод у нас что? Будет. И этот плод будет пребывать. Но важнейшее условие Божьей заповеди исполняется только в Руаха Кудеш, в Духе Святом. Иначе это будут человеческие усилия, которые не помогут нам как бы все это дело иметь. Вот смотрите, Титул 3,5,7. Он, Бог, Бог Отец, спас нас не по делам праведности, которую бы мы сотворили, а по своей милости в баню возрождения и обновления Святым Духом, Которого излил на нас обильно через Иисуса Христа Спасителя нашего, чтобы оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками в вечной жизни. Здесь говорится о том, что вот этот плод праведности Бог не просто нам как бы требует от нас, Он дает нам, Он излил на нас Духа Святого, да, и благодаря Духу Святому, да, мы теперь имеем возможность обновляться постоянно в Духе Святом, и у нас будет плод праведности. То есть Бог, Он не оставил нас бороться, условно говоря, со своим греховным естеством. Он говорит, если ты мне доверяешь, значит, ты мне веришь, вот, через Сына Своего изливаю Духа Святого, вот, и теперь у тебя будет сила, у тебя будет сила, и находиться в Ешуа, исполнять, исполнять Его заповеди. Аминь. То есть, это и наш выбор, и это работа Духа. Мы работаем в этом во всем, мы работаем вместе с Богом. Наверное, немножко устали уже, да? Как, как вообще? А? Ну, Я немножко ускорю так. Нет? Все. Я, я вот, сестра, вы молчитесь, разнала, что не устали, поэтому будем дальше. Ну, немножко еще. Писание также говорит, в тот момент, когда Бог избрал нас быть святыми и непорочными перед Ним в любви, на небе в Царстве Божьем произошло еще одно событие. Римлянам 8,29. Ибо, кого Он предузнал, тем, ну, мы не будем о предузнании говорить, там, это отдельная тема, тем и предопределил, то есть, заранее предназначил, быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным. То есть, Бог предопределил нам и определил, что мы должны искать Бога, мы должны быть святыми, непорочными, в любви, да, и быть похожими на кого? На Ишуа, и быть похожими, Он определил это нам. Поэтому, вы совершенно правы, когда вы говорите, что в нас должен быть плод Духа, это Галатам 5,22,23. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, да, то есть, это все вы абсолютно правы. Ну, видите, ну, есть некая последовательность, должно быть Богоискание, да, должно быть рождение от Духа, присутствие Духа Божьего, приходит, приходит, вместе трудимся и имеем святость, праведность, ну, непорочность или праведность, да, имеем любовь, и приходит плод, чего? Характера. Мы здесь говорим о плоде характера. Обычно мы начинаем с плода характера, ну, вы видите, надо немножко дальше начать, да, чуть-чуть, чуть-чуть повыше, потому что у Бога, у Него, ну, есть определенная, как бы, последовательность, как Он нас ведет. Если мы попытаемся иметь, ну, например, что там, милосердие, ну, или веру там, будем верить, ну, например, веру иметь без Духа Святого, то что хочешь делать, это бесполезный вариант, понимаете, будешь иметь, хоть тушься, хоть как, не будешь верить все равно, почему? Духа нету, Он ничего не свидетельствует, не говорит, тебя не тянет, тебе это не нужно, тебя это напрягает все, в конце концов, да вы все там это, фанатики какие-то, что вы там, понапридумывали себе, ходите там, что там это, и друг перед другом изображаете, понимаете, я такое слышу. И о плоде характера, друзья, об этом все, об этом все писание, когда мы, например, тоже Ефесянам, там первые четыре главы не такие теологические, а потом пошло уже практическое наставление, как иметь вот этот, как иметь плод Духа, как мы должны помогать друг другу, как трудятся, как трудятся, служители, мы об этом тоже немножечко скажем. И еще об одном я хотел сказать, Ефесянам 2.10, еще один плод, который Бог от нас ожидает, ибо мы его творение, созданное во Христе Иисусе, на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнить. Отдельная тема. Предназначил, это как бы, знаете, это как бы, когда там расшифровывается, вот это каждое слово, поставил нас на определенный путь, вот, и через нас Он делает добрые дела. Понимаете? И, понимаете, почему вот мы наслаждаемся, когда вот, ты, например, благословяешь человека, да, например, там, деньгами. Он говорит, ты что, я молился сегодня, мне надо было эти 200 гривен, иначе я бы вообще бы кончился, бы мне есть нечего там, или еще там что-то, понимаете? Он делает. Это не ты там, это такой добренький и так далее, но ты находишься с Ним во взаимодействии, и Он через тебя делает добрые дела. Почему? Потому, это твой плод, это плод, как говорится, твоей жизни, да, твоего внутреннего человека. Ну и как мы говорили, Господь ожидает от нас, даже не, друзья, Он не ожидает от нас, такое, что вот мы прямо вот, не, вернее, так сказать, Он ожидает, Он очень бы хотел, чтобы плод был спелый, и чтобы уже в апреле была там, может быть, была бы уже смоковница, уже со смоками, да, но Он понимает, мы еще такие, немножко мы зеленые, да, вот, и шелестим этими листьями, там показываем, что мы там все, все из себя, а Он подходит и внимательно рассматривает, каждого из нас, Он ожидает плода. Друзья, я уверен, что, я хочу так думать, что у каждого из нас, ну, есть этот плод, пусть зелененький, пусть он еще там, мартовский такой, еще листья может быть, но он, он все-таки есть, вот. Друзья, я хочу сказать, что Бог, Он будет работать с нами, чтобы этот плод в нас был, и давайте, сейчас, может быть, у меня еще есть несколько минут, пожалуйста, группа прославления, уже можно, по крайней мере, музыка, я бы хотел бы. И так, он ожидает, может быть, даже не самого спелого плода, вот, но, но в той притче, но в той притче, о которой, о которой мы говорим, в той притче, там говорится, когда Ешо не нашел плод, он что? Он сказал, да не будет у тебя плода, мы же об этом не забыли, да? А что, такое может быть? Я так думаю, наверное, может быть, но как-то, как-то, это не очень похоже, как-то не очень, не очень похоже на, как бы, на Ешо, да? Вот. Ну, я так верю, что это просто нас предупреждает, понимаете, это нас предупреждает, почему? Потому что даже при отсутствии плода в нашей жизни всегда есть выход, это только кажется, что выхода нет, да? И что вот он скажет, да не будет в тебе плода, на самом деле, у Ешо всегда есть выход, почему? Потому что он есть дверь, друзья, Ешо, он есть дверь для каждой нашей жизненной, ситуации, у него всегда предусмотрен, предусмотрен выход, и история про смоковницу, она имеет свое продолжение. Лука, 13 глава, 6-9 стих. И сказался ее притчем, это Ешо сказал, некто, ну, это Бог-отец, имел в винограднике свою посаженную смоковницу и пришел искать плода на ней, и не нашел. Та же самая ситуация, Лука, да? И сказал винограду, вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице. Третий год, это обозначает, что, ну, по Писанию, три года дерево росло, как хотело, а на четвертый год уже должны были быть плоды. И на пятый год, и на шестой, то есть он пришел на шестой год, вернее так, на четвертый нет, на пятый нет, на шестой нет. и не нахожу, сруби ее, на что она и землю занимает? В винограднике, то есть классная земля, возделываемая земля, не просто там где-то там на скале какой-то, да, в хорошем месте посадили, чтобы росла, чтобы плод был, не нашел. Это он виноградарю говорит, но виноградарь, это Ешо, ну, комментаторы так говорят, и я тоже так считаю. Но он, то есть Ешо, сказал ему в ответ, господин, оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее и обложу на возу. Не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год срубишь ее. Друзья, в Ешо всегда есть выход, в нем всегда есть возможность получить шанс. Он любит давать нам эти шансы. Он наш друг, он наш ходатай, он адвокат, да, он здесь вот выступает, как адвокат, говорит, ну да, так оно и есть, но, в общем-то, он как бы вот во мне еще пока, давай, давай, отец, давайте, давай мы ему дадим ее шанс. Я обложу ее навозом. Навоз, вы немножко тоже удивитесь сравнением, но это условно скажем, это современное удобрение, это аналог современных удобрений. То есть, ну, можно было бы, сейчас можно сказать, я добавлю нитромофоски, там, или еще там чего-то, короче говоря, чтобы получил там, ну, чего-то хорошего такого, да, то, что даст жизнь этой смоковнице. Удивительно, вот, но эту аналогию про навоз, да, я взял из жизни одного чудесного брата, у которого в жизни было и есть, ну, продолжается, ну, по крайней мере, уже не так, он уже вышел из этой ситуации, у него была жесточайшая ситуация в жизни, жесточайшая. Не дай Бог кому-то попасть в эту ситуацию. И он говорит, я чувствую себя, как смоковница, которая обложена навозом. А я говорю, а это, а навоз кто? Ну, говорит, ну, вот, вот тот пастор, вот вы, вот этот. Я, говорит, я чувствую, если бы, говорит, вот не вы, он назвал там 4-5 имен, я бы просто не выжил. Я бы не смог бы пройти это. Для меня это было важно. Общину, он также общину назвал. Говорит, для меня это было жизненно важно. Я за Ишоя говорю. Я ведь специально, это Ефесянам 4, 11-13 стих, поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, учителями. Зачем? К совершению святых. Чтобы они имели плод. На дело служения для созидания тела Христова, доходя все придут в единство веры и познание Сына Божьего, Мужа Совершенного в меру полного возраста Христова. Вот зачем я говорю. Друзья, служителя, вот, они все даны нам для того, чтобы мы имели плод. Это не просто так, чтобы служение организовать, знаете, чтобы там говорить красиво религиозные слова. Мы, служителя, они даны для этого. И не только служителя, друзья. Кто еще? Община. Мы даны друг другу, мы члены, и написано друг другу, мы должны что делать? Заботиться. И о самых неблаговидных еще больше заботы. То есть о тех, кто слабые, о тех, у кого меньше получается, что только пошел, он спотыкается. Вот о них больше заботы надо. Поэтому Он дал для каждого из нас если не плодоносный, Он говорит, сначала задумайтесь. Вот праздник. Это праздник, когда надо остановиться, надо посмотреть на свою жизнь. Вообще, я плодоношу в этом отношении. У меня, как у меня сейчас с плодом? Я богоискатель? Я пребываю в слове? Я пребываю? Я исполняю ли? У меня, ну, видно ли это по моей жизни? Как у меня со святостью? Там вспоминаем события, да? Как у меня с непорочностью, любовью? Я вообще любовь проявляю? Как у меня с плодами характера? Когда вот мне, условно говоря, мне там сестра тоже сказала, но я ей выдала. как с добрыми делами? Еще есть тоже хорошее удобрение. При печали лица сердце делается лучше. Притча, седьмая, глава, третий стих. То есть, Бог говорит, я могу убрать, в принципе, если до человека не доходит, служителя не авторитет, братья и сестры не авторитет. Только Бог, вот что Господь мне скажет, то я исполняю. И человек ищет. Он говорит, хорошо, я тогда уберу свою руку. У человека сделается печальное лицо. И он что-то поймет обо мне. Одна прекрасная сестра, которая с огромным сердцем, которое я очень люблю. В любови еще. Однажды во время беседы она сказала, говорит, я думаю, что Бог, он такой, ну, ко мне строго относится, он такой, какой-то, ну, такой жесткий. Я вот никак с ним договориться не могу. и потом у нее, и потом у нее случилась беда, и у нее сгорело большое имущество на очень большие деньги. Вот. И прошло несколько месяцев после всех этих сует, вот, и тоже, опять же, разговариваю, говорим, ну, и как, какой вывод ты сделала из того, что это произошло? Она говорит, Бог такой добрый. Он такой добрый. Ну, это реально, это ее слово. Друзья, почему? Да потому, что только когда мы проходим через вот эти жесткие, через жесткие события, мы понимаем, что только Он, только Он может помочь нам в этих событиях. Много ситуаций, когда мы понимаем, никто не заступится, ни деньгами не выкупит. Только Он может дать силы, только Он может помочь. Еще одно хорошее, еще одно хорошее есть удобрение, это Осия, 2 глава, 14. Увлеку ее, уведу ее, приведу ее в пустыне и буду говорить к сердцу ее. Отлично! Помогает, друзья, 100%. Почему я так уверенно говорю? Потому что знаю одного брата, Сергея Стеценко, который однажды не пободрствовал и, короче, плод жизни Господу не очень понравился. Ну, мне могут сказать, Сергей, ты же проповедуешь, ты же там должен быть весь из себя герой веры. Наверное, должен быть, но не всегда получается. но я вам хочу сказать, я побыл в этой пустыне, и я понял, что там очень плохо. Это первое, это был долгий период. Но я понял, что только Бог может мне помочь. И Он реально мне помог, Он провел и меня, и моих близких через это. Друзья, у Бога достаточно возможностей, у Него достаточно удобрений. Если мы не вразумляемся, это все, я сразу говорю, если мы не вразумляемся проповедью, вразумлением братьев, сестер, словом, вразумлением, оно приходит, оно на автомате, все предусмотрено. Почему? Да потому, что Он любит нас, друзья. А кого любит, то что? Иногда и наказывают, чтобы мы что-то поняли, чтобы до нас дошло. Но самое главное, всегда рядом с нами. Он хочет, чтобы у нас было все хорошо. Он любит нас, Он помогает нам. И я каждый день, друзья, каждый день я говорю, Боже, я помню, это прошло уже достаточно много лет, я говорю, Боже, я помню, как я был в этой пустыне. спасибо тебе, что ты меня вывел оттуда. Я думал, что я там не выжжу. Друзья, реально думал, все, мне конец. Дьявол мне говорил, все, крест уже стоит на могилке. Но Бог богатой милостью, Он очень богатой милостью. Друзья, ну лучше не попадать, я вам одну могу сказать. Лучше, но есть другие виды удобрения. Лучше быть хорошей почвой. Помните причину о почве, да? Вот хорошая почва. Вот Слово Божье упадет и приносит плод в 30, 60, а лучше еще в 100 крат. И тогда не надо пустынь, и тогда не надо убирать руку, для того, чтобы лицо стало печальным. Возможно, это все. Поэтому, если что-то происходит в вашей жизни, ну, экклезиаст, он говорит так, и хорошее, и плохое, оно происходит для того, чтобы мы знали, что нам нечего сказать против Бога. Когда мы размышляем, мы понимаем, нам нечего сказать. Он все сделал, он все дал, он требует плод, так он дал все для того, чтобы этот плод был. Он не оставил нас и не покинул, у нас все есть для того, чтобы был плод, друзья. Все нормально. Давайте мы склоним головы, давайте мы помолимся, ну, кто хочет, может стать. Отец, Бог наш, благодарны Тебе, благодарны Тебе за жизнь, благодарны за спасение, благодарны за то, что мы в Твоем доме. Сегодня мы не где-то там, но мы в Твоем доме, Боже. Мы вместе славим Тебя, поклоняемся Тебе, слушаем Твое Слово, Боже. И мы хотим сказать, что мы хотим угождать Тебе, мы хотим радовать Тебя, как Твои дети. это огромное желание нашего сердца радовать Тебя, Боже, в том числе и тем плодом, который растет, ну, который созревает, зреет на нашей смоковнице, Боже. Мы не хотим быть бесплодной смоковницей, или там, этими виноградными лозами, виноградными ветвями, Боже, которые бросаются в огонь, Боже, мы хотим быть блодоносными, мы хотим быть растущими в Доме Твоем. Мы хотим быть теми, Боже, кто посажен у потоков вод, кто напаяется, Боже, от потоков сладостей Твоих, от Твоей жизни, Боже, потому что мы, Боже, жаждем Твою жизнь, Господь, и мы хотим, Боже, чтобы Твоя жизнь, она приходила в нашу жизнь, и она помогала нам иметь этот плод, потому что этот плод мы получаем взаимодействие с Тобой, Боже, мы получаем в совместном труде и всю честь, и славу, и благодарность наших сердец. Мы отдаем Тебе, Ишу, Ты все сделал для нас, и Ты все делаешь для нас, и будешь делать, мы это знаем, потому что Ты сказал, не оставлю, не покину, буду с Вами до скончания века. Тебе слава, Тебе полно. Давайте скажем Аминь. Аминь. Давайте споем нашему Господу. И слава Тебе, Господь. Илья, Илья, Всенайвища, Илья, Всенайвища, 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 Илья, Що є вища над усе. О, и Пит, на землі все пи, все небесне имя, Що є вища над усе. Судьи отменили, Святі, и Твої назви, Святі, слави, все земля, Святі, святі, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Аминь!